Девушки отдыхают Поначалу старались запихнуть куда-нибудь на задворке Словно, таким образом можно похоронить идею Правда, потом каются, мол, недооценили Этому зданию почти полтораста лет Строили тогда добротно, и коробка отлично сохранилась Когда-то принадлежало оно князю Паскевичу Затем к конезаводу Потом долго пустовало Но вот не так давно появились в нем новые жильцы Заселили его люди, красакам, имеющие весьма отдаленное отношение Разве что к Пегасу Здесь, под одной крышей, собрались энтузиасты Объединенные весьма необычной идеей Проект века Так назвали ее многие ученые мира О том, что это действительно так Говорит хотя бы тот факт Что вот здесь, в этом здании Полным ходом идет подготовка К международной научно-технической конференции ЭКОМИР-90 Из многих стран сюда приглашаются Видные ученые, практики Чтобы обсудить проблемы, которые теперь у человечества Самые животрепещущие Проблемы экологии Земли То есть те самые, от успешного решения которых Во многом зависит будущее и нашего И последующих поколений А сам проект века В чем его суть? Центр-звездный мир создан год назад У нас две основные задачи Это разработка программы Экологически чистый мир Мы ее назвали программой ЭКОМИР И обеспечение Финансирование этой программы Мы эти две задачи Выполняем одновременно Во-первых, финансирование мы обеспечиваем Через народно-хозяйственную деятельность В народном хозяйстве сейчас Огромное количество нерешенных задач От выпуска товаров народного потребления До решения каких-то Научно-технических проблем И зарабатывая Доход Мы часть этого дохода отдаем Финансирование программы ЭКОМИР Уже проделана большая работа Выполнен ряд научно-технических работ И мы пришли к выводу Что эта программа вполне реализуемая Реализуемая в ближайшем будущем Она может действительно стать Альтернативой Программе звездных войн И мы со своей программой В ближайшее время выходим на советское правительство Проблемы экологии на Земле Возникли из-за того, что мы создали Человечество-индустрию Мощную индустрию И она пришла Пришла в противоречие С биосферой Поэтому Проблемы экологии на Земле Принципиально не могут быть решены Можно только оттянуть Но все равно Рано или поздно Произойдет деградация биосферы И исчезновение Огромного количества Видов живых организмов Несколько членов Что и человеческого вида Поэтому для того Чтобы спасти человечество Чтобы Были возможности Безграничного развития Нужно вынести Оставить эту индустриальную мощь Земную Но вынести ее За пределы биосферы То есть космос Вот мы как раз и работаем Над этой проблемой Ракетная техника Принципиально не в состоянии это сделать Поэтому Нужны иные пути Вынесения Энергетики Промышленности в космос Это с помощью Общепланетного транспортного средства Которое Мы разрабатываем Вот в этом Здании Не будем утомлять Зрителя мудренными Научными и техническими Положениями и терминами Скажем коротко ОТС Общепланетное транспортное средство С его помощью Нам землянам Предложены смелые Беспрецедентные Идеи разработки И реализации Безракетного освоения космоса Научно обоснованная Технически осуществимая Но очень дорогая Даже по самым предварительным подсчетам Она обойдется человечеству В 500 миллиардов долларов Но это не значит Ждать Сложа руки Уже сегодня накапливаются средства Для разработки ОТС И обеспечивания технических условий Необходимых для выноса Экологически нежелательных производств За пределы земли Средства эти формируются Самыми разными методами Советский фонд мира Который сделал первую лепту Добровольные взносы Поступающие на счет 3 0 609 208 И наконец Одно из главных направлений Широкая народно-хозяйственная деятельность Энтузиастов Уже сегодня с промышленными предприятиями Организациями и стройками Заключены сотни договоров На сумму свыше 5 миллионов рублей Здесь на первом месте Конклекс разработок Который ведутся в центре «Звездный мир» Научно-производственным объединением прибор Под руководством Виктора Иосифовича Живого Создан, проходит уже Производственное испытание В колхозе имени Ленина Гомельского района Оригинальный манипулятор Может он многое Контролирует весь процесс доения Обеспечивает машинное додаивание То есть полученные им более насыщенные Ширами части молока Измеряет величину удоя от каждой коровы И всего дойного стада И на конец его помощи Можно выдаивать до 60-80 коров в час Объединение доводит до практического внедрения Ценные и оригинальные технологические разработки Вот этот индикатор Микромультиметр Предназначен для измерения силы И напряжения постоянного и переменного токов Сопротивления постоянного тока В электрической цепи Уже разработана и изготовлена опытная партия По заказу Гомельского объединения Орбита-сервис Таким образом появился прибор Которого ждут не дождутся и специалисты И любители технического творчества Работа ведется также по сокращению сроков внедрения сложных разработок При самых минимальных затратах И пусть вас не удивит, что в данном случае подумали и о детях Ведь почему-то именно в наше время Во время бурного технического прогресса Так мало внимания уделяется умной и интересной технической игрушке На такую игрушку просто голод И решено этот пробел также заполнить И параллельно с этим самые наисерьезнейшие разработки Сейчас, скажем, в Московском энергетическом институте На лабораторных испытаниях Находится оригинальная установка Кедр-1 И к ее усовершенствованию члена объединения прибор Приложили руку Вот как оценивают установку с комплексом сопутствующих приборов Сотрудник кафедры криогенной техники института Мы представляем совместную разработку Гомельского центра «Звездный мир» И кафедры криогенной техники Московского энергетического института Данная установка называется Кедр-1 Эта установка предназначена для измерения критических параметров Сверхпроводящих материалов Чем же отличается данная установка От тех установок, которые были до этого И какова же область применения и использования данной установки В связи с тем, что в последние два года В нашей стране и во всем мире Ведутся очень интенсивные исследования По высокотемпературной сверхпроводимости Создание таких установок Представляет большой интерес по двум причинам Первое. Данная установка позволяет В оперативном режиме снимать характеристики Сверхпроводящих материалов И при этом экономить время Что значит экономить время? Ну, для того, чтобы снять вот такую зависимость Вручную, зависимость критического тока От магнитного поля Квалифицированному экспериментатору Необходимо Несколько часов Данная же установка Позволяет снимать эту зависимость Ну, в течение нескольких десятков минут Экономия времени на лицо И вторая причина Это повышение точности и надежности Возапроизводимости результатов С нашей точки зрения Данная установка Может быть полезна Как и в исследовательских лабораториях И институтах Так, возможно, и на производстве При изготовлении и аттестации Параметра сверхпроводящих материалов Широк диапазон деятельности сотрудников И проблемные лаборатории атмосфера Которые внедряются также в рамках программы Экомир Трудно переоценить сегодня важность И актуальность задачи Уменьшение вредных выбросов в атмосферу Когда мы порой уже задыхаемся от них Как рыба на песке Не секрет, например, что в Гомеле Есть места, где вредные выбросы Превышают допустимые в десятки раз Завод литья и нормалей Здесь коллектив лаборатории Производит испытания фильтров В которых происходит очистка газово-воздушной смеси От ванн гальванического цеха Таким образом Определяется эффективность работы фильтров То есть степень очистки газов Которые уходят в атмосферу Снимаются аэродинамические характеристики На входе и на выходе из фильтра Отбираются пробы на содержание вредных веществ На основании замеров Разрабатываются и внедряются мероприятия По повышению эффективности очистки То ли заменить фильтры А может быть вообще всю схему очистки Вся вентиляция цехов Теперь под контролем лаборатории атмосфера Определяется частота среды У каждого рабочего места Еще один шаг По научной организации Помимо всего прочего Появилась возможность создать оптимальный режим На рабочем месте По температуре, влажности И подвижности воздуха Предложенные варианты Воплощаются в капитальные разработки Новых проектов вентиляции Аспирации Пыли-газоочистки И все это в тесном контакте С коллективом завода С учетом его пожеланий Требований Накопленный опыт Будет широко использован И на других предприятиях Гомеля Надеемся, республики, страны Если же говорить коротко И этот пакет разработок Работает на основную идею Улучшения экологической обстановки Пропаганду того, что Обязательно свершится завтра Осуществляет Центр Звездный мир Научно-технического объединения Космонарий А не забыто ли Не потонуло ли в лихорадке Будинг сверхзадача Но есть такое слово Одержимость Есть великолепное понятие Целеустремленность Есть, наконец, тихое Но твердое Как алмаз Слово вера И тогда крепнет идея И находит она себе Все новых приверженцев Когда-нибудь В нескором, в нескором, но вполне В нескором, но вполне обозрим Будущем Огромная эстакада Опаяшет Возможно, даже на широте Города Гомеля Нашу Землю Будет уложена на эстакаде Вакуумная труба Разгонит в ней Электромагнитом Грузовой обруч И выведут люди На околоземную орбиту Миллионы и миллионы Тонн грузов И там, в далеком космосе Станут люди плавить металл Получать электроэнергию Создавать совершенные Невозможные на Земле Технологии И не нужны станут Сверхдорогие Грузовые ракеты Которые так безжалостно Дыряют сегодня Спасительный озоновый слой атмосферы Биосфера На нашей многострадальной Земле Вновь вступит на конец В утраченную гармонию С природой А к чему приводит зачастую Утрата такой гармонии Нам, гомельчанам Далеко за примерами Ходить не нужно Это родина Автора проекта века Еще 4 года назад Небольшая деревенька На Брагичине Жила своей размеренной Пусть может не богатой Но спокойной жизнью Сегодня она За колючей проволокой Сегодня она Еще один трагический Свидетель того Что может мирный атом Попавший к людям Безразличным И к настоящему И к будущему Опустошение Не на год Не на два На десятилетия А может и столетия Смерть невидимка Которая везде Хаты без домашнего тепла Без детского смеха Без материнской ласки Поля, где не радуют сходы Где отравлена каждая былинка Само небо Дышащее смертью Вот что такое Нарушение гармонии с природой И никто Никто не может дать гарантии Что такое не повторится И может быть Вполне закономерно Что человек Предложивший Альтернативный вариант Родом из этих мест Человек Который предлагает Раз и навсегда Сделать землю Без кислотных дождей Суховеев Смерчей Без щадящих печей Без сжигающих лучей Без медеющих рек Замедляющих бег Без смертельного смога Без рентген У порога Экологически чистый мир Цель Которой одержимые Решили посвятить жизнь Цель Число сторонников Которой Неудержимо Растет Недавно Звездный мир Стал одним Из опорных Центров Всесоюзного Молодежного Аэрокосмического Объединения Союз Программа Центра Была подробно Развернута На четвертом Конгрессе Ассоциации Участников Космических Полетов Рассказывал о ней Горячий сторонник Идеи Член объединения Летчик-космонавт СССР Игорь Петрович Волк Я познакомился с программой Звездный мир Которые Предложили Предложили Во всяком случае Глобальную программу И Это Меня Привлекло Потому что Кроме технической части Самое главное Что там Я нашел То что Там Есть забота О Тех людях Которые будут создавать И можно сказать Даже В первую очередь И поэтому Конечно Это отношение Больше всего Мне Пришлось По душе Ну а потом Еще Когда я убедился Что Серьезные Технические Разработки Этой программы Я уже решил Принять Во всяком случае Непосредственно Участие Я думаю Что для того Чтобы мы Во всяком случае Дожили До 21 века То надо Такую Глобальную Программу Запускать Не только В нашем государстве А в весь мир Потому что Неизбежно Все явления Касаются Всех людей На планете И естественно Начинаться Начинаться Нужно быть Именно с того Чтобы подготовить Людей К тому Чтобы они Занялись Действительно Общим делом Которые направлены На выживание Как личности И как вообще Как индивидуум На этой планете И поэтому Я во всяком случае Все Свои Знания Опыты Силы Которые Буду Отдавать Этой программе Мы решили Все таки Не брать У государства Ни копейки А Заняться Сопутствующей Деятельностью Различными Формами Этой деятельности Для того Чтобы Во первых Заработать Средства Для того Чтобы Выполнить Во всяком случае Подготовительную Часть программу Это раз Во вторых Параллельно Принести И Пользу Государству Давать Товары В том числе Народного Потребления Для этого Мы конечно Решили Как это сделать Потому что Для того Чтобы такие Деньги Зарабатывать Нужно Довольно Серьезная Система Мы посмотрели На какие Организации Могут Предоставить Такую возможность И вот мы Остановились На Фонде Мира На этой Организации Поскольку Она Предоставила Первый Взнос Рисковый Может быть Можно Таскать Взнос И Именно На Этот Взнос Первый И Начало Существовать Центр Звездный Мир И мы Посмотрели Что у них Действительно Разбросана Сеть Их Организаций По всей Стране И Мы попросились Примкнуть К этой Сети И Сделать Из благотворительного Фонда Которые Только Взносы Семьями И Естественно Зарабатывая Сами Деньги Выполняет Делая Товар Народного Потребления Одновременно И Во-первых Рассчитаться С тем Суммой Которые Нам Дали Безвозвратно Ну И Заодно Принести Принести Значит И Фонд Мира Вносить Уже Деньги Которые Заработаны Собственно Руками Я Считаю Что Выбранная Форма Взаимодействия Во-первых Является Оптимальной А во-вторых Наиболее Реалистичной На сегодняшний День Программа Оптимальна Программа Реалистична Лучшую оценку Пожалуй Трудно дать Именно Поэтому Наверное А может быть Именно Для этого Оптимально Реалистична Программа В втором Своем Среде Во всех Вполне Земных Делах Трудах И Буднях Новаторство Почерк Энтузиастов Центра Создаётся То Что именно Сегодня Нужно Людям Вот этот Оригинальный Комбайн Разработанный И изготовленный Центром Альтернатива Многим Существующим Ныне Образцам Но по замыслу Авторов Без их Недостатков Комбайн Должен быть Производительнее Легче Дешевле Наконец Уже Первые Испытания Показали Что Многое Из этого Удалось Осуществить Это же Подтвердили Механизаторы Колхоза Имени Урицкого Гомельского Района Где проводились Испытания А уж Они-то Самые Взыскательные Критики Что же Что касается Качества Уборки То здесь Все Ясно Без слов На одной На одной Из машин Гомельского Лесохимического Комбината Где Производит Обои Недавно Установлен Небольшой Компактный Механизм Станция Гидропривода Так назвали Авторы Из объединения Прибор Станция Предназначена Для подачи Рабочей Жидкости В исполнительные Органы Для тиснения Обоев Таким образом Конструкторы Сумели Заменить Импортное Оборудование Отслужившее Свой срок Сэкономлена Валюта Экономятся Энергоресурсы Вот какие Вполне Земные Разработки Рождаются Сегодня В центре Ну а перспектива Каков Следующий Шаг Наши планы На будущее Год мы Проработали Системе НТТМ Сделали Первые шаги Мы очень Благодарны Ей Но мы Выросли Из этого Выросли Из рамок Города Области И В общем-то Наши цели Задачи Ближе Советскому Фонду Мира Поэтому Мы сейчас Вошли В структуру Советского Фонда Мира И в перспективе Создания Научной базы Нашей организации В районе Города Минска Сейчас Советский Фонд Мира Выходит В правительство С таким Предложением И не исключено Что в перспективе В Белоруссии Под нашу Программу Будет Построен Создан Академгородок Типа Академгородка Под Новосибирском Потому что Наша программа Оценивается Где-то 500 миллиардов Долларов Это Сумма Огромная И Нужно Привлекать К этой программе Интеллект В общем-то Интеллект Всей страны И Зарубежные Страны Но Решев Разработав Эту программу Мы могли бы Предложить Человечеству Путь спасения Мы могли бы С помощью Этой программы Это признают Многие специалисты Остановить программу Звездных войн А это Триллион Долларов С американской Стороны И сотни миллиардов Затрат С нашей Советской Стороны Ну а на базе Наших Структурных Подразделений Филиалов В Гомеле Будет Создан Целый ряд Независимых Самостатных Предприятий И одному из них Мы оставим Это здание Нашему предприятию Прибор Эти юноши и девушки Учащиеся СПТУ-152 Электротехники Гомеля Училище Базовое Для многих Технических Силцентра Связи Становятся Все более Тесными Здесь Инженеров Конструкторов Привлекает Молодость Ее будущее Ибо Свершить Задуманное Скорее всего Придется Этим Поколению Которое Сегодня Набирается Знаний Молодые Пытливые Они Обязаны Свершить Задуманное Другого Выхода Нет Но Перед Этим Они Должны Не только Поверить Но и Научиться Суметь И Снова Вспомним Так уж Вероятно Устроено Человечество Что Задуманное При одном Поколении Совершает Последующее Но все же Перелистывая Страницы Истории Не раз Убеждаешься Насколько Выигрывают Люди Когда Большой Замысел Осуществляет То же Самое Поколение При Котором Он Родился Позже Такое Свершится И на Этот Раз Ну А Идеи Будут Рождаться Новые Будут Звать Вперед Без Них Человечество Не Может Оно Ими Живет И Прав Был Поэт Когда Сказал Если Солнце Свершая Свой Путь Осветить Нашу Землю Забыло Тотчас Весь Шар Земной Озарила Мысль Безумца Какого-нибудь Звездный Мир Экологически Чистый Мир Не Фантазия Это Реальность Минь Минь Субтитры создавал DimaTorzok